Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня впервые побывал на заседании Думы Владивостока, участниками которой стали также власти краевой столицы. Этот разговор, по мнению журналистов, станет новой точкой отчета в работе формирующейся краевой команды и властей города. В городской команде, кстати, тоже существенные изменения. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов приглашен на работу в администрацию края в качестве вице-губернатора по вопросам образования и культуры. А еще Тарасенко назвал кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы Владивостока. Им стал первый вице-мэр Алексей Литвинов. Последний подтвердил, что вся команда на месте и готова работать. «Мы рады, что город вернется в край», – сказал новый руководитель Владивостока. «Да, город возвращается в край», – подтвердил Андрей Тарасенко, имея в виду свое отныне более пристальное внимание городским делам. Владивосток, по его мнению, не только центр Приморского края, но и центр Дальнего Востока – культурный, политический, образовательный. Владивосток – это и база Тихоокеанского флота, и с 2015 года свободный порт, особая налоговая и таможенная территория. Андрей Тарасенко, имея свежий взгляд, призвал депутатов вернуться на землю. По его мнению, соотношение зарплаты и цены на топливо и продукты во Владивостоке – самая важная причина оттока населения. «Ценность сумасшедшая, конечно. Вот если на зарплату, которую получают чиновники, или там жить и ходить в магазины, пытаться, я не знаю, там, по-моему, на пятый или шестой день можно достать и уехать отсюда. Потому что цена сумасшедшая. А почему? Потому что мы кормим другие регионы. Просто другие регионы, где нормально развитие сельское хозяйство, где сбывают продукцию и везут сюда. Плюс еще сдерживающий фактор – магазины. Магазины, которые такую наценку сумасшедшую держат. Вы посмотрите на площади, как ярмар. Вот хорошо сделали девочки, делали радиостокс, ярмар открыт. Весь, по-моему, город собирается на эти два дня. Не пройти просто. Потому что цены хорошие. У нас есть свои производители. Есть все свое. Но фактор сдержанный происходит внутри города. Исполняющий обязанности губернатора также сказал о том, что во Владивостоке нет скверов и парков. Автомобили припаркованы на газонах и во дворах. Никто не закладывает при строительстве необходимых в цивилизованном городе подземных парковок. Во Владивостоке также много недостроенных объектов. Отсутствие командной работы с краем не позволило включить эти объекты в программы. При этом бюджеты уже понесли существенные затраты. Стоят свечки. Стоят больницы, которые не можем тепло подвести. Посчитались в энергоносителях. Оказывается, нет газа. Не пришел еще газ в том масштабе, который необходим для строительства какого-то дома. А люди кладут деньги. И происходят вот эти все социальные напряженности. Депутаты несколько раз поднимали тему генерального плана Владивостока и скандальных публичных слушаний, на которых бизнесмены за 500 рублей продавливали голосование против скверов за торговые центры на их месте. Сейчас проверяют все зеленые и рекреационные зоны Владивостока, чтобы не потерять ту малую зеленую часть, которая позволяет нам дышать. Вопросы застройки и землепользования сегодня в краевом центре самые болезненные. Депутаты городской думы в письменном виде направили свои предложения о зонировании в департамент градостроительства. Но оказалось, что и в крае пока не научились работать и с депутатами муниципального уровня, и с общественностью. В департаменте градостроительства, говорят депутаты, чиновник сила. Такие чиновники быстро потеряют работу, сказал глава региона. Также на встрече обсуждали строительство физкультурных комплексов, капитальный ремонт кровель и сетей, развитие утилизации мусора, датирование морских пассажирских перевозок для сообщения с островными территориями города. Один из вопросов, почему я сейчас в Москву еду, это вопрос возможности получения проекта и строительства типа ракет «Комет» в нашем городе Судоверфе или какого-то субсидирования. А вот еще одна тема, которую решить можно только законодательно. Владивосток не в состоянии обеспечить многодетные семьи земельными участками. Более тысячи семей не могут получить землю, так как ее в таком количестве просто нет. У города есть законодательная инициатива – дать право выбора. Если нет возможности предоставить земельный участок, предоставить дополнительную жилую площадь для многодетных. В завершении разговора в Рио губернатора Андрей Тарасенко поблагодарил всех участников заседания Думы и сказал, что ждет командной работы, иначе Приморье остановится в своем развитии. «Мне хочется, чтобы мы все были одной командой. Одной командой и двигались в одном направлении. И друг друга слышали, понимали. Потому что без города не будет края, и края не будет без города». Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.